Особое мнение на 101FM Но зато мы с Денисом соблюдаем режим самоизоляции И разговариваем не в студии, а по телефонам Такого особого мнения у нас, пожалуй, еще не было Новые условия, новые форматы Денис, в той же ситуации и транспортная сфера Нужно как-то выживать, нужны новые подходы Что, на ваш взгляд, в сложившейся ситуации главное? Как нужно себя вести, чтобы сохранить компанию? Ну, безусловно, мы, по крайней мере, все меры для того, чтобы не допустить распространения угрозы коронавирусной инфекции В предприятиях, в обоих приняли Часть сотрудников у нас перешла на удаленный режим работы Часть сотрудников отправлена на карантин Это люди пожилого возраста, не тоже способного Женщины свыше 60 лет, мужчины свыше 65 лет Ну, и те, кто имеют хронические заболевания Они все переведены на карантин То есть, даже те, кто там работали, водители, кондукторы Все, кому больше 65, они все на карантине, да, получается? Ну, водители, кондукторы и ремонтно-механические мастерские у нас, безусловно, работают Но работают со вчерашнего дня По укороченным расписаниям 50% примерно автобусов и троллейбусов у нас на сегодняшний день Простаивают на базе Вообще, общественный транспорт, это одна, наверное, из первых отраслей, да, которая пострадала от коронавируса Мы видим, что по улицам ездят почти пустые автобусы В то же время совсем не работать вы не можете Насколько упал пассажиропоток? Неделю назад информация была о 30-40%, а сейчас что? Ну, вот на сегодняшний день, сравнивая вчерашнее число 1 апреля Пассажиропоток по автобусам упал на 80%, по троллейбусам на 82% Ну, вот с одной стороны, понятно, что для транспортных компаний, ну, это прям очень страшные цифры С другой стороны, наверное, они говорят о том, что кировчане неплохо соблюдают самоизоляцию, да? Да, конечно, конечно Ну, вот, смотрите, вот с таким падением пассажиропотока Как вы меняете работу? Я просто вот приведу пример В Краснодарском крае, например, общественный транспорт ходит теперь только в определенные часы, утром и вечером В Перми, в Челябинске работают по режиму выходного дня, а в Кирове что? Ну, у нас на сегодняшний день расписание приближено к расписанию выходного дня Как я уже сказал, это 50-55% подвижного состава, выходящего ежедневно на линию, мы сократили Но если вот приводить, например, с аналогией других регионов То, безусловно, вот, например, Пермский край, город Пермь У них ситуация, даже с учетом сокращения, она более радужная То есть у них, насколько я знаю, с прошлого года контракты разыграны таким образом Что перевозчик получает оплату вне зависимости от перевезенных пассажиров, а от пробега Соответственно, автобусу без разницы, там, везет он 100 человек или одного человека за рейс Ему работа все равно оплатится У нас же ситуация в Кирове другая Соответственно, из-за того, что пассажиропоток упал катастрофически Я, конечно, оптимист по жизни, но сейчас боюсь даже предположить Насколько долго может затянуться условия самоизоляции, карантина И сможем ли мы выбраться из долгов Но, безусловно, мы уже письма направили своим учредителям По АТП, это администрация города, по Кировпассажир автотрансу Это правительство Кировской области Ага, но об этом мы чуть позже поговорим Вы расскажете, что предложили А вот сейчас давайте вы начали говорить о том, что зарплата у водителей в Перми не такая, как у нас А в нашем случае, вы сейчас не можете что-то поменять в этом направлении? Мы поменять точно ничего не можем, потому что мы полностью привязаны к доходам с пассажиров То есть, если бы было налажено субсидирование со стороны наших бюджетов Либо региональных, либо муниципальных, но должным образом То понятно, что мы бы не так сильно пострадали Сейчас наш единственный источник дохода – это пассажиры Соответственно, пассажиров сейчас практически нет в городе То есть, мы обязаны автобусы ремонтировать, заправлять персоналу, линейному зарплату выплачивать Но я боюсь, что это, наверное, первый месяц на моей памяти будет, когда мы сможем задержать заработную плату Безусловно, водители и кондукторы, конечно, в первую очередь получат заработную плату Но большая часть сотрудников предприятия все-таки, скорее всего, получат зарплату с задержкой За две недели нам не собрать ту выруску, которая необходима на выплату заработной платы А вот смотрите, вы уже начали говорить по поводу того, как вы поступили с водителями, с кондукторами С теми, кому больше 65 лет Вот эти люди, они там ушли на карантин, в отпуск Это оплачиваемый отпуск или нет? И пришлось ли уволить кого-то из-за этой ситуации? Нет, слава богу, мы увольнять никого не планируем Пока, по крайней мере, на период карантина Те сотрудники, которые ушли в отпуска, безусловно, все отпуска у нас оплачиваются Проблем для них нет Те, у кого подходили от отпуска по графику, в принципе, мы их тоже отпустили Потому что сейчас примерно на 50% количество сотрудников в день ежедневно работающих у нас уменьшилось Те сотрудники, которые работают, они, безусловно, но все мы понимаем, что зарплата водителей и кондукторов, она, в принципе, привязана в том числе к выручке Мы будем как-то пытаться сохранить их заработную плату, чтобы они точно не пострадали Но, опять же, повторюсь, сделать это будет очень сложно Если еще три недели назад я понимал, что предприятие АТП, в принципе, жизнеспособное Мы его сможем вытащить из любого кризиса, даже с учетом огромных лизинговых платежей по троллейбусам А то сейчас, честно скажу, настроение, конечно, упадническое от многих работников предприятия Я приведу пример, что мы теряем 2,5 миллиона в день по АТП По АТП, да? Да АТП сильнее, чем Киров-пассажир автотранс пострадал в этой ситуации, да? Я считаю, что Киров-пассажир автотранс пострадал намного больше Во-первых, потому что у него пригородные перевозки Если по городу еще более-менее те же 20% населения как-то передвигаются Кому-то в магазин, кому-то еще куда-то То пригородные перевозки, они практически сейчас остановились То есть люди уезжают из города, уже не возвращаются Соответственно, сменяемость пассажиров на этих маршрутах На пригородных и междугородных, она очень низкая Поэтому Киров-пассажир автотранс пострадал намного больше А вот смотрите, вот уже начали говорить, да, про Пермь, Челябинск, про Краснодар Как там поменялась работа То есть сейчас вы сказали, что вот уменьшили на 50% состав Тем не менее, мы видим, что автобусы ходят и утром, и днем, и вечером А есть ли какие-то вот еще там меры, шаги, которые вы в будущем можете предпринять Например, вот как в Краснодаре, да, пустить автобусы утром и вечером только Может что-то такое произойти, или пока вы не думали и ждете Ну, тут не все зависит от нас, как от перевозчиков, потому что мы обязаны работать в рамках муниципальных контрактов Которые мы заключили с администрацией города Кирова Соответственно, решение все-таки принимает администрация Но, опять же, я не знаю, конечно, не сильно сталкивался с работой перевозчиков Краснодарского края, Челябинской области Но, вот пример, я говорю, я недавно, буквально два дня назад общался с коллегами из Перми Они подтвердили, да, что у них ситуация на них сказалась Но не в таком катастрофическом ракурсе, как у нас Потому что, повторюсь, им оплата идет за пройденный километраж Соответственно, они все равно свои деньги получат, пусть там в меньшей степени С учетом сокращения Но мы-то и этих денег можем не получить В Перми, да, у них уже даже вышло постановление Которое принято ЗАГС-собранием И я посмотрела транспортные сферы Вот в этом постановлении нет, я имею ввиду, помощь Помощь тем сферам, которые пострадали Возможно, потому что они как раз там еще, наверное, не столкнулись С теми проблемами, с которыми столкнулись мы в городе Киры Я имею ввиду транспортные предприятия А вот эта вот история с тем, что нужно соблюдать правила дистанции в полтора метра Мы уже увидели, что в автобусах у нас появились таблички об этом Вот, наверное, еще это не дает возможности снимать большое число автобусов с маршрутом Или сейчас это правило легко выполнимо? Ну, на сегодняшний день это правило, конечно, невыполнимо Хотя бы потому, что если водитель, он изолирован от пассажиров В части автобусов имеются перегородки с водительской дверью Там кабина водителя полностью изолирована То кондуктор-то он не изолирован И, соответственно, в том числе мы снизили количество подвижного состава Еще для того, чтобы у нас меньше шло распространение Вот как раз коронавирусной инфекции В том числе оберегая своих сотрудников предприятия Потому что, да, кризис пройдет Карантин пройдет И восстановиться будет очень тяжело На сегодняшний день ситуация такая, что Магазины запасных частей Для тех марок автобусов, которые мы используем Они сейчас не работают То есть мы за период карантина Столько автобусов поставим к забору Потому что не можем их отремонтировать Нечем ремонтировать Что восстанавливаться придется очень и очень долго А вот если о людях говорить Вот действительно кондукторы, они не защищены Да, как вы уже сказали Они находятся в салоне А невозможно сделать ничего, чтобы работать без кондуктора, допустим? Ну, бескондукторную систему Один из перевозчиков, который работает по договорам с акционерным обществом АТП Он три дня назад начал применять Насколько я знаю С сегодняшнего дня еще два автобуса Перешли на бескондукторный режим Но эти мероприятия, они возможны только на маршрутах С очень низким пассажиропотоком А какие это у нас маршруты? Ну, если говорить Вот на сегодняшний день они все с низким пассажиропотоком, да Но если говорить в трехнедельные еще давности То я считаю, что такие маршруты, как 11-й, например Они вполне могут работать, наверное, и без кондукторов Мы... А перешли какие сейчас маршруты? Сейчас как раз вот 11-й маршрут перешел пока И, скорее всего, там 20-й маршрут в ближайшее время, наверное, тоже там попробует один автобус Эту систему там применять По крайней мере, перевозчик подходил Мы со своей стороны, ну, скажем так, было освоение на это дали Но тут, смотрите, ситуация такая А как это происходит? Да-да Ну, то есть валидатор находится у водителя и выручку принимает водитель Поэтому, оградив кондуктора от пассажиров, да Он, там, в вероятности заразится Водитель-то все равно, он остается в зоне риска Поэтому сильно это не спасет Это больше применяется для того, чтобы сократить издержки на зарплате и так далее А вообще, вот, у водителей, у кондукторов какое настроение? Может быть, кто-то уволился самостоятельно, понимая, что, ну, действительно, это риск? Ну, увольнение, конечно, есть Вообще, текучка в нашей сфере, она всегда была и будет, мне кажется Потому что заработная плата и водителей, и кондукторов, они оставляют желать лучшего Настроение еще пока у большинства, наверное, боевое Но, опять же, многие задают вопросы, как нам будут оплачивать нашу работу и так далее То есть, если учесть, что предприятие там катастрофически Не хватает средств, там, даже на оплату сотрудников линейного персонала То, там, говорить уже о других категориях работников там очень тяжело Но мы, по крайней мере, со своей стороны поддерживаем всячески, чем можем И водителей, и кондукторов Я, безусловно, ежедневно, каждый день на работе выезжаю на линию, проверяю Как работают водители, как работают кондукторы С кем-то проводим там длительные беседы уже Но мы стараемся обезопасить работу и водителей, и кондукторов То есть, выдаем антисептические, дезинфицирующие средства, салфетки и так далее То есть, ну, все, что необходимо для того, чтобы правила личной гигиены Все-таки, там, и обработку салонов, автобусов проводить Обработку салонов ведь сейчас проводят каждый раз, пройдя по линии, да? Да, то есть, у нас ситуация какая Вот на сегодняшний день всем кондукторам дана установка Проводить после каждого рейса Парфилактическую дезинфицирующую обработку автобусов То есть, все средства для этого у нас закуплены Все средства есть в больших количествах необходимых Более того, со вчерашнего дня, поскольку часть автобусов мы сократили И троллейбусов со вчерашнего дня были сформированы бригады кондукторов Которые отправлены на конечные пункты Помогать автобусам, ну, кондукторам автобусов и троллейбусов Проводить дезинфицирующую обработку Потому что, ну, сами представьте, между рейсами у кондуктора Есть буквально 3-5 минут Нужно успеть сходить в уборную Которых, как правило, на конечных очень далеко расположены Нужно перезагрузить валидатор и так далее Ну, то есть, масса дел, которые нужно все успеть за 3-5 минут Если автобус, дай бог, там еще попал по каким-то причинам в пробку На переезде простоял и так далее То и этого времени, бывает, не хватает Соответственно, кондуктору еще нужно как-то осуществить влажную уборку салона автобуса Вот поэтому мы бы сформировали такие бригады кондукторов Которые со вчерашнего дня ездят на конечные И помогают нашим работникам проводить эту дезинфицирующую обработку Ну, а эта дезинфицирующая обработка, это ведь еще одна статья расходов Которая легла на вашу помощь Конечно, конечно Мы, конечно, и обязаны водителей кондукторов оснастить одноразовыми масками Но все мы понимаем, что их наличие в Кирове, я так думаю, ни в одной аптеке нет По крайней мере, вчера мы снова проверяли, созванивались нигде, масок нет Поэтому это обстоятельства, независящие от нас Мы, может быть, даже и готовы были их закупить Хотя средства нужны колоссальные на их закуп Но их нет Денис, вот вы уже сказали, что каждый день АТП теряет по два с лишним миллиона А вот как долго такая ситуация может длиться? Ведь говорят, что этот карантин, ну, это только начало на самом деле И дальше будет сложнее еще ситуация Вот как можно, как долго можно в такой ситуации работать, оставаться на плаву? То есть сейчас, я так понимаю, вы полностью самостоятельно Там на каких-то собственных средствах живете? А когда это же может, так сказать, закончиться? Ну, мы живем на каких средствах? То есть мы живем, пока не наступил день выплаты заработной платы Соответственно, он наступает через две недели по обоим предприятиям Мы заработную плату в полном объеме выдать не сможем Безусловно, у предприятий есть и другие статьи затрат Это топливо Топливные компании не дают, как правило, большие срочки Потому что понимают, что ситуация такова, что предприятия могут не отдать эти средства Это запчасти, это другие статьи затрат Соответственно, ну, я думаю Если карантин продлится более чем до 12 апреля То, в принципе, нам уже будет Если выплывем, то очень тяжело из этого кризиса Ну, то есть в какой-то момент Может быть, даже там в середине апреля Без поступления каких-то средств извне Будет, ну, практически невозможно работать Правильно я вас понимаю? Да, да, но я скажу больше, даже если 12 апреля карантин закончится И все там с 15 апреля, по-моему, да, у нас С 13 апреля все пойдут на работу Мы 13 апреля вывести весь подвижный состав Я говорю даже по всем перевозчикам с уверенностью города Кирова Мы не сможем Потому что за эти две недели, как я уже говорил Из-за отсутствия запасных частей, средств на запасные части и так далее Мы просто ставим автобусы к забору Их нечем ремонтировать И, соответственно, у нас резерва такого Чтобы необходимое количество автобусов держать В несколько раз у нас их нет Поэтому, чтобы восстановиться И отремонтировать все эти автобусы Которые мы за две недели Мягко говоря, сломаем, да С учетом еще и наших дорог Я думаю, что процесс займет не один месяц Восстановление Это в случае того, если мы там 12 апреля все на работу выйдем, да? Да, да Я вам скажу Как раз там много времени у нас сейчас Чтобы подвести итоги моей работы За полтора месяца Нахождение на посту генерального директора АТП По итогам за март месяц Мы достигли показателей По машино-транспортной работе По акционерному обществу АТП Самых лучших, которых не было На протяжении последних трех лет Ни при одном руководителе Мне эти показатели Дались очень тяжело Мы Я полностью взял под контроль ремзону Полностью взял под контроль выход автобусов Троллейбусов Соответственно, эти показатели По машино-транспортной работе Были достигнуты максимальные Таких не было, повторюсь Никогда ни при одном директоре Соответственно Пассажиры Ну, снизилось количество жало пассажиров Они увидели Что регулярность транспорта стала лучше И поэтому Снова к этому вернуться Будет очень тяжело После Как я уже говорил После 12 апреля То есть несколько месяцев Мы будем Срывать Расписание Ну да Опять же Если не поступит Никакой помощи извне Если 12 апреля Значит Все закончится То общественный транспорт Кировский Можно будет спасти Да А может Если ситуация будет Как-то по-другому развиваться То Ну не знаю Какие самые тяжелые Последствия могут быть И через сколько Они могут наступить Или об этом Не нужно говорить Есть какие-то Идеи Шаги Которые можно предпринять Чтобы и дальше Сохранять предприятие Об этом сейчас Сложно говорить Потому что Непонятно Все-таки Сколько продлится Карантин Какие последствия После этого наступят Насколько мы Просядем В нашем Внутреннем бюджете Но Я думаю Что В любом случае Даже после карантина Мы будем принимать Кардинальные меры Вплоть до Наверное До сокращения Ненужных ставок Ну а пока Пока вы держитесь Пока держитесь Пока мы держимся Да В принципе я говорю Я человек Оптимистичный Позитивный Поэтому я думаю Что мы это все Вместе Переживем Ну а вот Если еще раз Говорить о тех Самых новых Форматах У вас есть Какие-то Идеи О том Что можно Еще сделать Чтобы Выживать Ну Идей У меня В принципе Немало Было И на момент Моего прихода Сюда Многие Из них Я уже Вотворил В жизнь И сэкономил Предприятие Там не один миллион Рублей В том числе Ну что например Ну в том числе Было Там Когда я пришел Я сократил Ненужные ставки Это в общей сложности Даст предприятию Сэкономить Порядка Семь с половиной Миллиона рублей В год После Карантина Сейчас мы Это все Приостановили Но после карантина Я думаю Что работа В этом направлении Точно продолжится Потому что Ну я считаю Штат был раздут А приостановили Сейчас По какой причине По числе Человеческой Да Да конечно Сейчас И так тяжело Поэтому Я стараюсь Не жестить И более того Мы Сотрудниками С которыми Там расстаемся Мы их на улицу Там Не выгоняем Ни в коем случае Предупреждаем Как положено По трудовому законодательству За два месяца И выплачиваем Еще два-три месяца Зарплату Соответственно Ну за полгода Человек может найти себе работу Ну Опять же повторюсь Штат был раздут Он был раздут И при предыдущем директоре И при Дубровине Поэтому Мне Часть сотрудников Просто не нужна Для того Чтобы работать Я лучше на себя Больше обязанностей Возьму И буду это делать За зарплату Генерального директора Чем Скажем так Оплачивать Ненужные ставки Кроме этого Как я уже говорил Взяв под контроль Римзону Удалось Увеличить выпуск Наших автобусов Наших именно АТП автобусов Которые Раньше Часть из них По непонятным мне причинам Стояла В длительных простоях Соответственно Предприятие Теряло выручку Сейчас Ну вот До Коронавируса Мы Опять же Достигли Максимальных показателей По выпуску Наших автобусов На линию Соответственно Они повезли выручку Выручка у нас Увеличилась За это время Более того Там Машино-транспортную работу Как я уже говорил Мы улучшили Соответственно Это опять же Сказалось На увеличение Выручки То есть Идей Их на самом деле Там немало Часть затрат Непроизводственных Мы сократили Которые были Просто Ну то есть Успели что-то сделать Хоть маленькую На подушку Да Ну да Немножечко Успели конечно Сделать Но По концу года Конечно Планировалось У меня По крайней мере По скромным подсчетам Что Миллионов 15-20 Мы могли Сэкономить И еще примерно Столько же На увеличение Объема перевозок Заработать Насколько сейчас Это будет выполнимо Конечно Сложно сказать Ну а вот смотрите Снова Еще раз К новым форматам Возвращаюсь Я о том Что допустим Магазины Многие Стали работать На доставку Да То есть У вас Вот Появились Какие-то Такие новые форматы Которые Помогли бы Выходить Из кризиса Или в вашем случае Это нереально Я сейчас О каких-то Позитивных моментах Об изменении Как-то Бизнеса О том Что эта ситуация Как-то Подтолкнула К тому Чтобы меняться Вот В вашем случае Это реально Или нет Ну Таких Ноу-хау Безусловно Мы Сейчас Я их не вижу Потому что У нас Специфическая Сфера Деятельности То есть Социально Значимая Сфера Перейти На Какой-то Режим Удаленный Онлайн Мы безусловно Не можем Поэтому Если Некого Возить То Некого Возить Не к нашей Сфере Применим Много Говорим О вашем Предприятии О транспортной Сфере А вообще Экономику Сложно Восстановить На ваш взгляд Будут Я думаю Ее будет Восстановить Все-таки Сложно Несмотря на То Что Меры Которые И наше Правительство Кировской области И правительство Российской Федерации Предлагает Они В основном Конечно Направлены На Предприятия Малого И среднего Сегмента Соответственно Мы Крупный Бизнес Оба предприятия Кпаты АТП Это крупный Бизнес Соответственно На нас Эти Привилегии Они не Распространяются Кроме Того Отсрочки По кредитам И так далее С банками Мы связывались Да Они могут Скрепя сердцем Предоставить Различные Отсрочки Но они Предоставят Отсрочки Только по Основному Долгу Процент Насколько Я знаю Никуда Неденец Ты его Обязан Будешь Заплатить А если Учишь Сейчас Нам Нужно Уйти На перерыв Небольшой И давайте Как раз О мерах Поддержки Поговорим После него Уже Да Хорошо Особое мнение На 101 ФМ Продолжается Программа Особое мнение Веду ее Сегодня я Мария Кожевникова А на связи По телефону Со мной Генеральный Директор Компании АТП И Киров Пассажир Автотранс Денис Пырлок Денис Мы начали С вами До перерыва Разговор О том Что Власти Хотят Где-то Помогают Где-то Только Хотят Помочь Бизнесу В некоторых Регионах Уже Приняты Законы В Кировской Области Пока Только Разрабатывают План мероприятий Как Сказал нам Накануне Губернатор На ваш взгляд Те меры О которых Они говорят Те же Отсрочки От уплаты Налогов И кредитов Помогут ли они Просто В том Списке Который Был Предоставлен Там нет Никаких Реальных Вещей Не знаю Полного Избавления От налогов Или сокращения Каких-то Налоговых Ставок Вот То Что Сейчас Называется Это Поможет Как-то Ну Это Безусловно Поможет В той Или иной Степени Конечно Всем хочется Чтобы им Помогли Финансово Но Понимая Что Бюджет И Нашего региона И Российской Федерации Он Не бездонный Безусловно Помочь Всем Сферам Деятельности Которых Коснулась Вот Эта Ситуация Кто Находится Может В преданкротном Состоянии Им Безусловно Всем Не Помочь Ну Я Считаю Что Здесь Наверное Часть Предпринимателей Все-таки Наверное Прекратят Своё Существование Пусть Надо Надеяться На то Что Была Малая Часть Сильнейшая Все-таки Мне кажется Выживут Те Меры Которые Я Видел Они Помогут Продержаться На плаву Но Все равно Полностью Их Никто Не Избавит От Платежей Кредитных Лизинговых От Налоговых Нагрузок Это Просто Будет Отдаленный Процесс Возврата Этих Средств И в банки И в бюджеты Ну То есть Я сейчас Слушаю И Понимаю Что Вы Такое Ощущение Что Вы Готовы Держаться На плаву Даже Без Каких-то Вливаний Извне Мы Точно Не Сможем Продержаться На плаву Без Вливания Извне Потому Что Ну Как я Уже Сказал Основной Источник Нашего Дохода Это Выручка С пассажиров И Если Пассажиров Будет Меньше Передвигаться По городу Соответственно Мы Все хуже И хуже Будем себя Чувствовать Но Есть Такие Сферы Деятельности Которые Я думаю Что Смогут Наверное В отдаленном Процессе В далеком Все-таки Восстановиться Я про торговлю И так далее То есть У них Нерегулируемые Цены То есть Они Как-то Смогут Возможно Потом Свои затраты Компенсировать Понятно Что Не через месяц И даже Наверное Не через полгода А через Год Два И три Мы У нас Регулируемый Тариф Мы не сможем Эти деньги Нигде Заработать У нас Есть Тариф 26 Рублей Мы Не Перепрыгнем Через него Какие Затраты Не понесли Ну вот Вы уже Сказали Что Направили Предложения В администрацию Города В правительство Области Вот Это Какие Предложения Что На вас Поможет Вам Наше Предложение Которое Мы Направили Они Вполне Банальные Это Помочь Нам Финансово Потому Что Ну Как я Уже Сказал Тут В принципе Все Меры Которые Будут Приняты Они Нас Не касаются Мы Крупный Бизнес Нас Но Мы Входим В ассоциацию Перевозчиков Автовокзалов Страны Совместно С ассоциацией Мы Разработали Пакет Предложений И направили Вплоть До Правительства Российской Федерации Мишустину И Руководителю Министерства Транспорта Российской Федерации Дитриху Наше Предложение Ну Предложение Заключается В чем Все Мы знаем Что С 1 Июля Необходимо Будет Вести Полностью Контрольно Кассовую Технику Соответственно Это тоже Немало Затраты Для Перевозчиков Мы Предлагаем Это Либо Пока Отдалить Этот Процесс Либо Вообще Чтобы Приостановить Также По Тахографам Необходимо Будет С 1 Июня Все Автобусы Городские Пригородные Снастить Тахографами Это тоже Огромные Средства Это Несколько Миллионов Десятков Миллионов Для Перевозчиков Города Мы предлагаем Тоже Мы Давно Выступали По этому Моменту Что Есть У нас Система Спутниковой Навигации На всех Автобусах Зачем Нам Еще Тахографы Которые Стоят Космических Денег Кроме Того Транспортная Безопасность На которую Огромные Средства Необходимо Тратить Это Порядка 40 тысяч Рублей На каждый Автобус Начиная От Оборудования Фото Видео Фиксацией Заканчивая Элементарными Обучениями Водителей С учетом Нашей текучки Это необходимо Нужно будет Просто Водителям Учиться Учиться Еще раз Учиться То есть Они уйдут Из этой Сферы И поэтому Это огромные Затраты Мы предлагаем Их Либо Приостановить На какой-то Период Пока экономика По крайней мере Транспортных Предприятий Не восстанавливается Либо Вообще Исключить Нашу сферу Из Планов Реализации Этих мероприятий Мы не бездействуем И для общественного транспорта Если правильно Я вас услышала На ваш взгляд Должен быть Какой-то Отдельный документ Какие-то Особые меры Да Вот то Что принимается Для всех Это Этого бы не требовалось Если бы Руководитель Прошлый руководитель Администрации Илья Шульгин Послушал нас В прошлом году Когда мы предлагали Провести конкурс В соответствии С 158 приказом Министерства транспорта Российской Федерации Где четко сказано Как должна определяться Начальная максимальная Цена контракта Но Илья Вячеславович Пошел по своему пути Непонятному Соответственно Если бы было проведено Как в той же Перми Опять же Возвращаюсь То мы бы сейчас В таких С такими Дырами в бюджете Не находились бы Оплата была бы Совершенно иная Не нашли денег На транспорт В свое время В бюджете Теперь их найти Еще Ну а сейчас Может ситуация Наступить такая Что мы можем Остаться без транспорта Опять появятся Маршрутки Газельки в городе И мы будем Начинать все сначала Поэтому я очень Надеюсь конечно Что мы до этого Не доведем Наш регион Но Помогать перевозчикам Безусловно нужно Еще вот Смотрите Есть такая вещь Отобренная Госдумой Двукратное Снижение Общей ставки Страховых взносов С 30 до 15 30 процентов Вот Действовать Мера Начинает С 1 апреля Насколько Это актуальная Помощь Потому что Я уже от многих Предпринимателей Слышала Они говорят Что это Ну Это практически Не спасет Вот размер Этой суммы Которую вам Теперь не нужно Будет выплачивать Она хоть В какой-то мере Способна Конденсировать Убытки Опять же Вернусь Насколько я слышал Полностью С поправками Ознакомиться Конечно Еще не удалось Но насколько я слышал Это опять же Для субъектов Малого среднего Предпринимательства То есть Наше предприятие Оно Как платило Так и будет Полтить 30 процентов Если бы К нам Эта мера Применялась Да В принципе Это тоже Дало бы нам Положительный эффект Потому что Отчислений В месяц Мы на несколько Миллионов Платим Бюджеты Но повторюсь К нам Эта мера Насколько я знаю Не относится А вообще Насколько На ваш взгляд В этой ситуации Власти оперативно И слаженно Работают Быстро Перестраиваются Под изменяющиеся Каждую День повестку Ну Я Видя Вот тот Информационный Поток Который За последние Полторы недели При наступлении Пандемии Мне удалось Наблюдать Я все-таки Я вижу Что власти Работают Понятно Что никто Не мог Заранее Предугадать Что такое Произойдет У нас Не было Времени Не у нас Не у власти Не было Времени Подготовиться Но я Исхожу из того Что судить Всегда легко Я не знаю Как бы Я смог На их месте Сохранять На Мишустина Принимаются Постановления Что идет Говорили В этом Вашему ответу Мы все же Рекомендательными Рекомендательными